Я подозреваю, идет такая официальная и неофициальная игра. Насколько мне известно, партии ШОР, то, что называется сегодня организованная преступная группировка ШОР и ее щупальцы, финансирование на определенного рода деятельность было приостановлено пока что. И эта информация, она предшествовала выдвижению. Соответственно, на данный момент идет перестановка сил, идет переоценка ситуации. Было приостановлено финансирование кем и как? Я уверен в том, что Кремль даст указание использовать коррупционную систему горизонтального подкутыва на национальном уровне, который Российская Федерация построила посредством организации ШОР. У нас здесь будет задействовано на президентских выборах на полную мощность. Чего им не хватало? Им не хватало кандидата, под которого они могли бы подстроить и включить эту систему на полную мощность. Сегодня, я думаю, был объявлен этот кандидат. Социалисты его представили. Организации, территориальные организации, подчиненные ШОР, будут задействованы в этом смысле. Я почти уверен в этом. Сейчас, как я говорил, уже идет переоценка ситуации и перестановка. Как они это все дело закончат, как только он будет официально выдвинут, тут будет решение Республиканского совета. Винтики закрутятся. И все, что построено Российской Федерацией здесь, абсолютно незаконно за счет черных денег, которые были направлены на деструктуризацию и саботаж демократических процессов, законного финансирования политических партий и избирательного законодательства, вся эта машина будет задействована в интересах выдвиженца партии социалистов. Вот у меня как раз... Вопрос в том, надо его пригласить и спросить, если он это осознает, если он согласен с этим. Человек претендует на некоторое моральное качество. Вопрос в том, на самом деле, ли он соответствует... Вы про господина Стояногла. Конечно. Вот как раз у меня был вопрос по поводу позиции Шора. Если бы вы сказали, что Вячеслав Платон будет финансировать или поддерживать господина Стояногла, я бы не стал с вами спорить. У меня сильные сомнения, что он не будет. А что, вы думаете, он не будет поддерживать? Нет, я не думаю, что не будет. А вот по поводу Шора у меня есть сомнения, потому что, будучи генеральным прокурором, Александр Стояногла говорил, что Вячеслав Платон не причастен к краже миллиарда, он не виновен, а вот Илан Шор... Он драмат не является преступлением, и вообще все члены организованной преступной группировки Слава Платона, они такие белые, пшистые, хорошие люди. А вот Илан Шор и Владимир Плохотнюк, особенно Илан Шор, он является главным бенефициаром, он создавал эту схему, и он причастен к банковскому мошенничеству, к краже миллиарда. Это говорил господин Стояногла, будучи генеральным прокурором. И вы думаете, что Шор не помнит об этом, и он согласен поддержать Стояногла, который хотел его посадить в тюрьму? А что, Шор свободный человек? Он принимает автономные решения? Какая разница между Шором и Дадоном? Это подневольные люди. Это люди, которые полностью зависят, они находятся под внешним контролем. Ну, тем не менее... Просто Дадон настолько себя дискредитировал в глазах Путина и его администрации, что его никто всерьез не принимает. К нему огромный, серьезнейший вопрос. Соответственно, они искали компромиссный вариант. Они не хотели ставить на Дадона. Вот пошла переоценка ситуации, они наконец-то добились от него этого результата. И, по всей видимости, Стояногла... Я не знаю, насколько он проинформирован, но Стояногла не глупый человек. Я уверен, что у него много информации. И в такой игре, мне кажется, тут... Трое олигархов, которые скрываются за рубежом, они заинтересованы в смене власти прежде всего для того, чтобы их не посадили в тюрьму. Как и господин Дадон, вы упомянули Баамы и Кулек и другие дела. Да, Дадон много чего. И в случае, когда господин Стояногла становится генеральным прокурором, может быть, генеральным прокурором, становится президентом, он будет добиваться... Он сегодня, кстати, сказал об этом, что восстановление справедливости, в том числе в судебной системе правосудия. И тогда он должен добиваться, чтобы господин Шор как минимум сидел в тюрьме. Приговор вынесен. Что, господин Шор роет себе яму? Он участвует во всем этом ради чего? Господин Шор находится на территории Российской Федерации или, в худшем случае, в Израиле. Шор финансируется, полностью финансируется, фактически в неограниченном лимите через Российскую Федерацию. О чем можно вообще тут говорить? Если Кремль решил, что независимый кандидат — это Стояногла, и социалистам дали указание прямое и безоговорочное поддержать, выдвинуть и вообще не рыпаться, какая разница, что думает Шор? Кто его вообще спрашивает? Еще раз, это подневольные люди. Это люди, которые заинтересованы уйти от уголовной ответственности, приведению к исполнению приговора, в данном случае Кшора, в данном случае Дадона, чтобы те приговоры, которые следуют, он избежал наказания. Вот и все, это игра, вот это парадигма. Уже другой вопрос, надо спрашивать себя, является ли Стояногла кандидатом, который перспективнее и сильнее, чем Дадон, или наоборот, потому что там есть, как сказал сам Стояногл, он не политик, и это чувствуется, это видно. И рейтинга нет. И рейтинга нет и так далее. То есть тут будет перенос рейтинга, тут будут влаживаться большие деньги, мы все это увидим. Время все покажет, все докажет. Перенос рейтинга от кого? От социалистов, от госпожи Влах, наверное, от других актеров. Вы полагаете... Представитель господина Кику говорит, что нет, они пойдут с господином Кику, а может передумают, а может нет, посмотрим, поживем увидим. Может и вы, Гори, думаете? Мы не передумаем, господин. О том, кого они будут выдвигать, мы поговорим. Мы выдержали такую серьезную стратегическую паузу, для того, чтобы понять, оценить правильно, сделать рекогнисценировку, скажем, поля боя. Она затянулась. Мы поговорим в следующей части программы про вашу паузу.